Начнём с войны, на военную тему. Ну вот, я хотел прочитать, да, я хотел сразу оговориться, что здесь стихи, они, может быть, во многом не соответствуют современности, то есть они написаны были, я скажу, в каком году, поэтому они соответствовали этому году, тогда понятиям, допустим, историческим ценностям, поэтому, может быть, они не совсем сейчас будут подходить. Вот, например, я прочту вам самое первое моё стихотворение, которое было опубликовано в районной газете. Она называлась «Пильщики». Написано было в 1947 году. Ну, немножко я её подредактировал, подкорректировал. Вот посвятил я её своему деду Андрею. Он был пильщиком. Кто такой пильщик? Ну, вам сейчас может выгодно. Вот сейчас есть пилорамы, там всякие станки, которые пилят доски, строгают, делают мебель. Раньше ничего этого не было. Вот была пильня, это такое сооружение. Один стоял, мужчина, вверху, другой внизу. Была такая длинная, большая пила, и клалось, ложилось бревно на бигу. Один стоял внизу, другой, и так пилили её. И целый день. В течение дня, может, одно дерево только распиливали. Бревно зубовое, ну, может, там, десяток досок, длиной там 2-3 метра. Вот такой был тяжёлый труд. И вот мой дед работал пильщиком. Я тогда ему это посвятил. Вот такой он говорит. Слышен скрежет, слышен виз. Пила ходит вверх и вниз. Вдоль бревна она ползёт, бревно медленно грызёт. Вор в опилковой пыли будут доски горбыли. Дед Андрей стоит вверху, Михаил Качан внизу. Руки словно рычаги, пилу тянут до ноги. На обратном же пути поднимают до груди. Постальную пилы звень, они пилят целый день. Пахнет тубом и сосной, пахнет свежестью и весной. Ох и тяжек этот труд. Но прервать его нельзя. Люди доски очень ждут для строительства жилья. Вот это такое было северное, которое говорит об этом тяжёлом труде.